Количество украинских военнослужащих в Донбассе дошло до рекордных 60 тысяч человек. Об этом заявил Петр Порошенко. Таким образом, президент признал, что за время объявленного перемирия Киев вдвое увеличил свое военное присутствие в зоне конфликта. Здесь стоит отметить, в противостоянии с ополченцами Порошенко рассчитывает не только на свои силы, но и на поддержку из-за рубежа. Накануне он подписал закон, разрешающий допуск на территорию Украины иностранных войск для, цитата, операции по поддержанию мира и безопасности. Конец цитаты. Мы сегодня довели численность наших вооруженных сил в зоне операции до 60 тысяч военнослужащих. В пиковые моменты противостояния в зоне конфликта было не более 30 тысяч силовиков. Сделано все, чтобы завести новую технику или капитально отремонтировать старую. Проведены тренировки личного состава с использованием иностранного опыта, а также улучшено материальное обеспечение солдат. Сейчас в стране проходит уже шестая волна мобилизации. Она коснется примерно 50 тысяч человек. Министр обороны Украины Полторак не исключил, что будет и седьмая. Правозащитники фиксируют многочисленные нарушения. Молодых людей призывного возраста задерживают прямо на улицах и привозят на сборные пункты. В Харькове военкомы незаконно забрали в армию студентов дневных отделений, несмотря на положенную им отсрочку. Приехали, вот, пожалуйста, вот автобус. Представители милиции, представители военкомата, не представившись, вломились в общежитие и стучали по дверям, пытались забрать молодых людей. Первые этажи позвонили верхним этажам, что ходят в военком с милицией. Ребята позакрывались и просто боялись открыть. Мой не пошел на экзамен. Что делать? Что делать? Детей на три года получилась. А потому что вот стоит автобус, а вот там стоит милиционер и забирает. Мы не можем вывезти его отсюда. В итоге молодых людей все-таки увезли в воинскую часть. Родители призывников устроили митинг и заявили, что готовы перекрывать дороги и идти на штурм Министерства обороны, если их детей не вернут.